Войсковая часть 63-615, что под Могилёвым, означало 80-годовый юбилей. Там находится база заховывания бронетанковой майомости, уникальная во Узбровенных Силах Беларуси. Каля ворот в войсковую часть 63-615, сустракая на постаменте легендарный танк Иосиф Сталин-3. Эта машина в боях Великой Айчины войны не удельничала тому, что выпускать ее стали только в 1945-м. А лишь заход у Сирона побачу ее подчас параду перемоги в Берлине в вересне переможного 45-го. Этот танк называли могутностью червоной армии и страхом ворогу. Мы гордимся тем, что у нас возле части находится эта память о наших воинах, о тех, кто защищал нашу Родину. Дань уважения им и гордость наша. Пусть это ИС-3, он такой же легендарный, как и ИС-2, это мощь нашей армии 1945-го года. База бронетанковой майомости сегодня – это уникальная часть, где находятся танковые комплекты на заховывании из всех частей Беларуси. Тут проводят диагностику техники и необходимый ремонт комплектов. Также есть цех переконсервации, консервации, можно сказать, туда имущество поступает. Если на имущество есть какие-либо дефекты, вмятины, ржавчина, какая-то коррозия, в цеху это все обрабатывается, устраняется, упаковывается и в последующем на местах хранения завозится. У цеху консервации, диагностики, ремонту и утилизации зараз працуют 24 человеки. Сирот их немало и женщин, которые спрытно справляются с задачей, например, переконсервация запчасток танкового комплекта. Такая операция проходит разу не кольких годов, как все детали были готовы до выкористования. Затказное выполнение справы, словы, подяги, гоноровые грамоты, подарунки по час урочистости у просвеченных в 80-ти годе у дня иснования войсковой части 63-615. В сироту загородженных Катярына Рудкова, наместник начальника штаба по мобилизационной работе, которая служит уже 19 годов. Когда я поступала, конечно, для всех это было удивительно. Мама врач, папа связист, а я решила стать военнослужащей. Тогда набирали 4 девушки, был очень высокий конкурс, но слава богу, все нормально, все получилось. На урочистости собрались одеющие военнослужащие, ветераны бронетанковых войсков, их семьи. Учали слова подяги и от Министерства обороны Республики Беларусь. В любом случае, воинская часть, она уникальна в своем роде, она единственная такая в вооруженных силах. И в любом случае, она будет развиваться, поступает на вооружение новые и модернизированные образцы бронетанкового вооружения техники. И тем самым, запасы бронетанкового имущества данной воинской части будет выполняться. 80 годов захований истории стандартов якости и годности. 80 годов для обеспеки Беларуси. Виталина Петрусевич, Александр Тарасов, Денис Жавина. Новины региона.